Атомный ледокол – это судно с ядерной силовой установкой, которое пришло на смену дизельным ледоколам. Такие суда строят для обеспечения судоходства в водах Арктики, которые круглый год покрыты льдами. Дело в том, что это самый короткий, дешевый и безопасный путь из Европы в Азию. Также Северный морской путь связывает европейскую часть России и регионы Дальнего Востока. Он очень важен для перевозки груза в Северной области, а также для транспортировки нефти и газа, добываемых на севере России. Атомные ледоколы могут работать на ядерном топливе без перезагрузки и перерыва несколько лет, пробивать льды толщиной 2-3 метра, потому незаменимы в судоходстве на северных морях. Первый ледокол с ядерной установкой появился в 1959 году, более 60 лет назад в Советском Союзе. Это был ледокол «Ленин». Он ломал арктические льды 30 лет, пробивая северный морской путь, а после выхода на заслуженную пенсию стал музеем, который пришвартован в порту города Мурманск. Любой турист может свободно купить билет и попасть на его борт, чтобы посмотреть, как выглядит это судно изнутри. Но сегодня мы с вами побываем на самом современном атомном ледоколе «Урал» и посмотрим, как он выглядит снаружи и внутри. Для этого я отправился в Мурманск, порт приписки всех атомных ледоколов. На конец 2022 года, когда я снимал этот репортаж, атомный ледокольный флот России насчитывает 7 действующих ледоколов. Это Таймыр, Вайгач, Ямал, 50 лет победы, Арктика, Сибирь и Урал. В скором будущем к ним прибавятся ледоколы Якутия, Чукотка и Россия, но о них я расскажу как-нибудь в следующий раз. Универсальный атомный ледокол ЛК-60Я, как официально называется ледокол «Урал», является третьим судном проекта 4-2-0 типа Арктика. Аббревиатура ЛК-60Я расшифровывается как ледокол мощностью 60 мегаватт с ядерно-силовой установкой. Первый ледокол этой серии – Арктика, второй – Сибирь. Все ледоколы этого проекта строят на Балтийском заводе, который находится в Санкт-Петербурге. От начала строительства до введения в эксплуатацию прошло чуть больше шести лет. Строили ледокол с 2016 по 2022 год. После постройки атомный ледокол проходит ходовые испытания, чтобы подтвердить скоростные качества, маневренные характеристики, а также проверить работу всех механизмов и оборудования. После прохождения испытаний ледокол отправляется в первое путешествие вокруг скандинавского полуострова по четырем морям – Балтийскому, Северному, Норвежскому и Баренцеву, чтобы попасть в порт приписки город Мурманск. Я уже упоминал, что официально этот ледокол, как и все суда этого проекта, называется универсальным. Это значит, что он является двухосадочным. Такая конструкция судна позволит ему эффективно работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах сибирских рек. Дело в том, что только два атомных ледокола предыдущих проектов, Таймыр и Вайгач, являются мелкоосадочными, то есть могут пройти по северным рекам, но не предназначены для прохождения пути по толстым морским льдам. Ледоколы проекта 4.2.0 могут менять осадку и прокладывать путь как в морских льдах, так и реках, потому в скором будущем полностью заменят Таймыр и Вайгач. Для того, чтобы эффективно ломать лед, у ледокола Урал есть не только мощная ядерная установка, но и особо прочные стальные борта. Толщина металлических листов для атомных ледоколов может достигать 60 мм, а в отдельных случаях 80 мм, для зон, которые подвергаются наиболее серьезным нагрузкам. Эта часть корпуса называется ледовый пояс. Ее высота 5 метров и проходит от носовой оконечности до приблизительно середины длины судна с обоих бортов. Для того, чтобы предотвратить или замедлить коррозию, которая неизбежна в агрессивной морской среде, на ледоколах в последнее время стали применять металл нового типа. Сталь в ледовом поясе не простая, а плакированная, делается методом наложения обычного черного металла толщиной около 50 мм и плакирующего, тонкого листа нержавеющей стали толщиной 5 мм, который контактирует со льдом и водой. Эта сталь отличается высокой устойчивостью к износу. Шероховатость меняется незначительно даже при эксплуатации в самых суровых условиях. Однако у плакированной стали есть нюанс. Для нее нужна катодная защита корпуса. Дело в том, что черный металл в морской воде сильно корродирует в контакте с нержавеющей сталью. Один из главных элементов системы катодной защиты – аноды, которые монтируются в корпусе судна ниже ватерлинии. Они создают электрохимический потенциал и препятствуют коррозионному повреждению черного металла по всей части корпуса, контактирующей с морской водой. Хорошим примером применения такой защиты является ледокол «50 лет победы», чей корпус из плакированной стали выдержал многократные походы на Северный полюс и по Северному морскому пути без дополнительного ремонта. Ледокол «Урал» рассчитан на преодоление льда толщиной 2 метра 80 сантиметров со скоростью полтора-два узла. Это примерно 3-4 километра в час. Особо толстые льды ледокол раскалывает с разбегу, наседая на лед сверху своей массой или раскачиваясь из стороны в сторону, переливая воду насосами из одной цистерны в другую, которые находятся в нижней части корпуса. Против налипания льда предусмотрен пневмообмыв, множество отверстий на корпусе, через которые подается воздух, и воздушные пузыри помогают отталкивать лед от бортов. Срок службы ледокола составляет 40 лет, а ресурс реактора рассчитан на 320 тысяч часов. О реакторе я расскажу подробнее чуть позже, а сейчас прогуляемся по палубе, посмотрим, что на ней находится, и расскажу о характеристиках ледокола. В носовой части судна расположены якорно-швартовые лебедки, другое различное оборудование и два электрогидравлических крана-манипулятора грузоподъемностью 3 тонны, которые используются для погрузки провизии на судно, а также при аварийно-спасательных операциях и снятии людей со льда. На палубе бака установлены 4 спасательные шлюпки вместимостью 65 человек каждая. В качестве спасательных средств на палубе расположены 12 спасательных плотов сбрасываемого типа вместимостью 25 человек каждый, по 6 каждого борта. Также на палубе справа борта расположен катер и запасной якорь. Для погрузки и выгрузки оборудования, катеров, контейнеров и прочих грузов, на корме установлен отдельный электрогидравлический кран с телескопическими стрелами грузоподъемностью от 12 до 16 тонн в зависимости от вылета стрелы крана. На палубе ледокола можно перевозить грузы, для чего в кормовой части судна предусмотрены места для размещения 3-х 20-футовых контейнеров и 4-х 10-футовых контейнеров. Здесь также расположены запчасти для грибных винтов. Они огромные, около 2 метров в высоту. Все оборудование создано специально для работы в арктической зоне с температурой до минус 50 градусов по Цельсию и в агрессивной морской среде. Ну и конечно на корме ледокола расположена вертолетная площадка, как и на всех судах подобного типа. Как мне сказал старший помощник капитана, эта площадка используется не так часто, только в особых случаях. Например, когда нужно срочно перевезти заболевшего члена экипажа или пассажира на берег. На корме ледокола есть вот такая интересная штука, называется кранцевой защитой. Она бывает разной формы и толщины и нужна для жесткой сцепки с другим судном. Здесь можно видеть углубление, это вырез под нос буксируемого судна для лучшей амортизации удара при столкновении. Кранцевая защита используется при прохождении наиболее сложных участков на Северном морском пути. Прикрепленное на буксир судна в такие моменты может легко по инерции удариться в корму своего спасителя, что в свою очередь может легко привести к получению повреждений разной степени тяжести. Создается кранцевая защита из тросов разной толщины. Подушка набита морскими тросами из металла, синтетики и растительного материала. От постоянных ударов кранцевая защита ледокола постепенно портится, в результате чего экипаж судна вынужден периодически ремонтировать подушки безопасности, причем нередко во время плавания. На самой верхней палубе установлено радиолокационное оборудование и четыре большие спутниковые антенны, которые находятся в этих круглых шарах. Благодаря им у ледокола всегда есть связь, спутниковое телевидение и интернет. Комплексы радионавигационного оборудования оснащены системами обогрева и имеют повышенный класс защиты для эксплуатации при низких температурах в Арктике. Экипаж судна составляет 54 человека, вдвое меньше, чем было на ледоколах предыдущих проектов, потому что многие процессы на судне автоматизированы. Смена на судне длится 4 месяца, после чего экипаж отправляется на отдых на материк и свои дела они передают следующей смене. Теперь заглянем внутрь. Несмотря на то, что на ледоколе работает 54 человека, на судне предусмотрено 120 кают. Они нужны для гостей, например, для ученых, которые могут отправиться на ледоколе в экспедицию, или для туристов, которые хотят посмотреть Северный полюс. Как мне сказали специалисты, цена за участие в таком круизе может доходить до 2 с лишним миллионов рублей. На данный момент такие круизы устраиваются на ледоколе 50 лет победы. Также на ледоколе есть тренажерный зал, спортивный зал, где можно сыграть в баскетбол, волейбол или мини-футбол, бассейн, в который набирается забортная вода и сауна. Заглянем на кампус. Здесь готовят самую разнообразную еду. А это лифт для доставки продуктов со склада. Кстати, на ледоколе запаса еды хватает на 6 месяцев. На этих кадрах можно видеть, что приехали продукты для этого арктического похода. Пресную воду вырабатывают из забортной воды опреснители, специальные установки, которые есть на многих судах, совершающих длительные походы. Кстати, если вам интересно, куда девается мусор, то вот вам памятка, что с ним делают на судне. На атомоходе находится отсек по переработке отходов. Пластик, стекло, бумагу и пищевые отходы сортируют. Бумагу и ветошь сжигают, оставшуюся от нее залу собирают и хранят в таких контейнерах. Стеклянную тару измельчают в специальных аппаратах и также складируют до прихода в порт-приписки, в Мурманск, где издают весь мусор. А это кают-компания, общее помещение для обеда, совместного отдыха или офицерского собрания на судне. Между этажами внутри надстройки можно перемещаться по трапам, лестницам и на лифте. Здесь 9 этажей. Есть еще и грузовой лифт. А здесь центральный пост управления атомным ледоколом. Шесть специалистов по мониторам отслеживают работу всех систем и оборудования на судне. Теперь отправимся на Капитанский мостик. Отсюда самый лучший вид. Современное навигационное оборудование помогает управлять этой махиной и ориентироваться в самых сложных погодных условиях. На мониторах передвижение судна можно наблюдать в реальном времени. Как мне сказал старший помощник Капитана, здесь не только дорогое оборудование, но даже кресла, которые стоят от 700 тысяч до полутора миллионов. Любое оборудование с приставкой «Морское» сразу становится дорогим. Кстати, у помощников Капитана есть интересный мобильный гаджет, по которому можно звонить членам экипажа и который работает как громкоговоритель. А это пульт от ледокола, в который можно сказать все, что ты хочешь, на весь ледокол. Теперь зайдем в машинный зал. Он занимает огромную площадь. Здесь высота пятиэтажного дома. Внизу видны две турбины, вырабатывающие электричество. Ну а саму энергию для выработки электроэнергии дают два водоводяных ядерных реактора интегрального типа «Ритм-200» разработки ОКБМ «Африкантова» тепловой мощностью по 175 МВт, что делает ледоколы ЛК-60Я самыми мощными в своем классе. Кстати, в ледоколах прошлого поколения был установлен только один реактор. Исключение – атомоходы «Ямал» и «50 лет победы». На них по два реактора предыдущего поколения. Реактор «Ритм-200» весит почти вдвое меньше, чем предыдущий типа ОК-900А, которые стояли на ледоколах прошлого поколения. Интегральная компоновка уменьшает материал емкость и габариты установки, снижает риск утечек из первого контура реактора, облегчает монтаж и демонтаж установки. Четыре главных циркуляционных насоса расположены вокруг корпуса реактора. Благодаря ядерным реакторам атомоходы намного экологичнее, чем дизельные ледоколы. Выбросы сажи и черного углерода от «Урала» в год составляют всего 500 грамм. К тому же радиационный фон на судне ниже, чем за бортом. Два реактора обеспечивают бесперебойную работу ледокола, дают больше мощности и более надежные, чем реакторы старого образца. Ресурс ядерной установки рассчитан на 320 тысяч часов и 7 лет автономной работы без перезагрузки. Кстати, оба реактора способны вырабатывать электричество для города с населением в 100 тысяч человек. Один реактор весит 250 тонн. Оба умещаются в отсеке размером всего 6 на 6 метров. Расскажу немного про принцип работы реактора. Если описать максимально грубо и понятно, это кипятильник, который дает пар и вращает турбину, которая вырабатывает электричество. А если описать более точно и сложно, то работает ядерная установка так. Внутри реактора идет цепная реакция деления ядер урана, а точнее его изотопа уран-235. В результате ядерное топливо нагревается. Через оболочку тепловыделяющего элемента, выполняющего роль защитного покрытия, это тепло передается в воде первого контура, которое разогревается выше 300 градусов по Цельсию, но не вскипает, поскольку находится под большим давлением. Затем она поступает в парогенераторы. У каждого реактора их по 4, пронизанные трубками, по которым циркулирует, превращаясь в пар, вода второго контура. Пар направляется на турбинную установку. На судне установлены две турбины. А слегка охладившийся теплоноситель первого контура снова закачивается в реактор циркуляционными насосами. Пар, образовавшийся из воды второго контура, вращает вал турбины. Последний, в свою очередь, крутит ротор электрогенератора, в котором вырабатывается электрический ток. Ток подают на три мощных электродвигателя, вращающих три грибных винта усиленной прочности. Электродвигатели обеспечивают очень быструю смену направления вращения винтов и скорости при работе реактора на постоянной мощности. Пар второго контура, отработав на турбине, поступает в конденсатор. Там он охлаждается забортной водой и конденсируется, то есть превращается обратно в воду. Эта вода прокачивается через обессоливающую установку с целью очистки от коррозионно опасных солей, а затем через диаэратор, в котором происходит удаление из воды коррозионно опасных газов, углекислого газа и кислорода. Затем из бака диаэратора вода второго контура насосом закачивается в парогенератор. Цикл замыкается. Работа реакторов ледокола не представляет вреда для экипажей и окружающей среды, поскольку их прочные корпусы окружены надежной защитой из бетона, стали и воды. В любой аварийной ситуации, при полном отключении электропитания и даже при переворачивании судна вверх днищем, реактор будет заглушен, потому что так спроектирована система активной защиты. Надеюсь, вы поняли принцип работы реактора. Напоследок дам немного цифр по ледоколу «Урал». Так как судно двухосадочное, то водоизмещение может меняться от 26771 тонны до 33540 тонн. Стандартным считается 32747 тонн. Длина атомохода 173 метра. Ширина 34 метра. Высота борта 15 метров. Наивысшая точка 54 метра. Минимально рабочая осадка 9 метров. Полная 10,5 метров. Мощность 60 мегаватт. Это 81 500 лошадиных сил. Движитель. Три грибных винта фиксированного шага с четырьмя съемными лопастями. Полная скорость хода по чистой воде – 22 узла. По льду толщиной 1,5 метра – 12 узлов. И два узла по льду толщиной до 3 метров. Срок службы ледокола составляет 40 лет. По истечении этого срока есть возможность продлить ресурс работы атомохода еще на 20 лет. Ну и ответ на вопрос, который наверняка возник у многих из вас. Сколько стоило строительство атомного ледокола? На конец 2022 года атомоход «Урал» является самым дорогим гражданским судном. Около 50 миллиардов рублей ушло на его постройку. Кстати, еще один интересный факт. В честь постройки нового ледокола Центробанк выпустил памятные серебряные и золотые монеты с изображением величественного судна. Теперь и вы знаете, как устроен и работает атомный ледокол. Спасибо всем за просмотр! Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал «Как это сделано» и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. С вами был Аслан, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok